Информатива пока не было. В Москве это ночью от 3 до 5, днём завтра от 9 до 11, без осадков. Александр Хлимов, служба информации ЭХО Москвы. В эфире вы этого не слышали. Туркменистан, обратная сторона Луны. Большой фоторепортаж в блоге Ильи Варламова на нашем сайте. Все блоги читайте на нашем сайте. В эту пятницу после 19 часов в программе «Особое мнение» с вами «Особое мнение» и расскажет полиция в блоге Ильи Варламова на Рыжкове. Да, было бы еще веселей. Да. Может быть она как Захарова к нам зайдет, открыв ногой дверь где-нибудь в середине разговора. Так. Пишут почему-то Ореху. Почему они пишут Ореху? Не знаю, он лучше, чем я. Не знаю, не знаю. Я лузер. У нас сегодня не Орех. А, наверное, в большой программе он был, все понятно. Я Сергей Барховенко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10. Так. Как это перерыв? Реклама! Кругу перерыв. Семенов! Что, Орех Павлович? Выйдешь из кабинета по коридору направо. Через 7 метров дверь за ней стоит урна. Подни конверт с твоей зарплатой. Понял, пошел. Если вам платят зарплату в конверте, значит у вас не формируется будущая пенсия. Работодатель не отчисляет страховые взносы за вас в пенсионный фонд. Проверяйте уплату страховых взносов работодателям через свой личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России. Фрф.ру Пенсионный фонд России! Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба АТАХа Москвы. Можете спросить меня, как вообще попадает на эту программу? Сейчас мы все об этом все поговорим. Кто же об этом не знает? И компания РТВА представляет программу «Особое мнение». Я приветствую всех наших слушателей и зрителей. Меня зовут Оксана Пашина. В студии «Особого мнения» сегодня политик Владимир Рыжков. Здравствуйте. Я помню телефон для ваших смс-ок, плюс дадим обязательность. Это очень важно. И расскажите нам, как это происходит. Ну, для начала, как туда вообще попасть? Да, меня часто спрашивают уже второй день, как ты вообще туда попал. Происходит это следующим образом. Я первый раз вчера был на прямой линии. Пришел туда с большим интересом. Просидел, прослушал с большим интересом. По-человечески это было для меня новое и интересно. Как это обычно происходит? Меня звали последние раза четыре, каждый год звали. Обычно это звонок от руководства ВГТРК. Так было и в этот раз. То есть мне позвонили от имени руководства ВГТРК, сказали, что... Причем позвонили первый раз, я думаю, недели за три до 14-го числа. Владимир Александрович, мы бы очень хотели, чтобы вы приняли участие в прямой линии. В те годы я по разным причинам не мог, в этот раз я сказал, да, приду с удовольствием. Надеюсь, что у меня будет возможность задать вопрос, сказал я представителем ВГТРК. Вопросы заранее не обсуждается? Нет, не обсуждается. Меня уже спрашивали, обсуждались вопросы, так как мне не дали задать вопрос, но не обсуждали. То есть не было ни того, ни другого, ни обсуждения, ни, собственно говоря... К сожалению, я не смог задать вопрос. Где-то за неделю, а так как я очень хотел задать вопросы Владимиру Путину, за неделю я сам позвонил, я сохранил номер в телефоне, я сам позвонил продюсеру этой прямой линии. Но, точнее, не передумали. Правда ли? Может быть, все понятен, что нет, ты можем приходить, хорошо, я пришел. И таким образом я оказался на этой прямой линии. Потом я уже узнал, что, оказывается, там были репетиции, носовой прямой линии. Я лично, я же там сидел, вот прям в этом, кстати, небольшом зале. А там перед этим как-то инструктируют? Не знаю, там, когда хлопать, когда поднимать руку? Нет, нет, только две вещи попросили. Первое, это выключить мобильные телефоны. И второе, когда девушка подходит с микрофоном, не вставать. То есть, задавать вопросы сидя. Все, других просьб не было. Но, совершенно мне четко ясно, что прямо это все. А у меня, что называется, наметанный, да. Это, конечно, было очень сильно срежиссировано. То есть, понятно, у этих девушек в цветных платьях, которые подавали микрофон, но у них был сценарий, и они знали, кому давать слово. Единственное, там был отход от сценария, когда Василий Мельниченко сзади стал кричать, что дайте мне задать вопрос про деревню. Ему дали вне сценария. Я так понимаю, что Сергей Доренко свой вопрос про оппозицию задавал тоже без сценария. Просто Путин его увидел. И был где-то 10-15 минутный отрезок, когда Евгений Рожков предложил Путину выбирать из зала. Все стали тянуть руки. Я стал тянуть руку. Но, к сожалению, выбор президента на меня не пал. И те два вопроса, которые я хотел задать, я не смог задать. Но Вы можете задать их сейчас. Да, собственно говоря, я же там был все 3,5 часа, и те два вопроса, которые я приготовил, они не были заданы, к сожалению. А мне кажется, что они оба важные. Может быть, они важны для меньшего числа миллионов людей, чем вопрос о дорогах и здравоохранении. Но, тем не менее, для большого числа людей, как мне кажется, это важные вопросы. Первый вопрос я хотел задать очень короткий о Борисе Немцове. И вчера, к сожалению, фамилия Бориса Немцова вообще не прозвучала за все эти 3,5 часа. Вопрос у меня был такой. Владимир Владимирович, я сейчас его задаю, может быть, он меня слушает. Может быть, даже ответит. Да, может быть, даже ответит. Владимир Владимирович, год назад был убит Борис Немцов. Пятеро арестованы. Скорее всего, это те исполнители тех, действительно, преступления. Треста в Грозном. Руслан Геремеев и Аскерханов, некий, на момент убийства были сотрудниками МВД. Один из них, Геремеев, был действующим сотрудником и заместителем командира батальона. Оба они вызваны на допрос, но не являются на допрос. Как такое может быть, что действующий офицер МВД, годававший присягу, которого вызывают на допрос, не являются? Не можете ли вы дать команду Колокольцеву, или теперь уж я не знаю, за кем они записаны, за Нацгвардией, Золотову, обеспечить явку на допрос двух действующих сотрудников МВД на момент убийства? И в связи с этим, верите ли вы в то, а я забыл еще сказать, что Следственный комитет успел заявить, что преступление раскрыто. Это не вполне так, точнее, это вполне не так. Дело в том, что поиск заказчиков и организаторов выделен в отдельное производство, а убийство не может считаться раскрытым, пока не установлены заказчики и организаторы. Тем самым, убийство Бориса Немцова на сегодняшний день, на 15 апреля 2016 года, не раскрыто. Так вот, мой вопрос к президенту был вчера и остается сегодня. Верите ли вы, Владимир Владимирович, что следствие установит имена заказчиков и организаторов убийства Бориса Немцова? К сожалению, вот такой у меня был первый вопрос. К сожалению, он не прозвучал, а я считаю, что это имело бы очень большое общественное значение, если бы этот вопрос вчера прозвучал в гостином дворе. Я могу ответить, поскольку я не президенту, сказал, да, я верю, что когда-нибудь... Он не смог бы обращать в первой части вопроса о сотрудниках МВД, которые не являются на допрос. Мне кажется, в этом очень важная часть моего вопроса, что он очень конкретный. И второй? Теперь второй вопрос. Он тоже вчера не прозвучал. Не знаю, по какой причине, но никто его не сформулировал президенту. А именно, последние несколько лет миллионы, может быть, десятки миллионов граждан России обеспокоены масштабным наступлением государства личной свободы граждан. В Ростове идет суд над человеком, который написал в социальных сетях «Бога нет, Библия, сборник еврейских сказок». Фактически за заявление о том, что он атеист, его сейчас судят. Ильдар Дадин, который не призывал к свержению насильственному власти, не выступал с оружием в руках, не является экстремистом и так далее, получил реальный тюремный срок за неоднократное нарушение порядка проведения митингов и пикетов, хотя его полное конституционное право выходить мирно без оружия и протестовать, либо поддерживать. За последние три года более 20 человек в России осуждены за репосты и лайки. За последние несколько лет, с 2012 года, идет масштабная ужесточивация с клиентами, которых закрывают, которых шельмуют и усложняют отчетность по ним. Мы можем говорить, что идет полномасштабное ограничение не просто политических свобод, но уже личных свобод граждан. То, чего мы не помним с советских времен. Сартуков Щедрин назвал бы это атмосферой обуздания. Вот у него такой был термин. Атмосфера обуздания. Если бы вы задавали вопрос, я бы спросил, Владимир Владимирович, зачем российское государство, которое вы возглавляете, проводит политику широкомасштабного наступления на личные права? Зачем мы бросаемся из крайней стальности? Если в советское время преследовали верующих, то в наше время начинают преследовать атеистов. Мне кажется, что вот эти два вопроса про Бориса Немцова и вопрос о масштабном наступлении мракобесия, и атмосферы обуздания, и масштабного ограничения личных свобод граждан, мне кажется, это два очень важных вопроса, которые вчера, к сожалению, из-за того, что я не получил слова, не были заданы президентом. Я тоже в некотором роде девушка с микрофоном, мы должны прерваться на несколько секунд, но потом обязательно вернемся и продолжим эту тему. И что теперь? Да. Правильно, реклама. Стойко и гордо, сильно и смело. Несмотря на преграды, двигаться к цели. Это Югра. Это ваша победа. Банк Югра. Вклад Победа. Ставка до 10,60% в рублях. Подробности на yugra.ru. Срок открытия вклада до 1 июля 2016 года. ПАО Банк Югра. Реклама на Эйхе. Оно того стоит. По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина. Подхватывает телекритик Ирина Петровская. Человек из телевизора по субботам после 11 утра. ПОРОЮ ВОСХИТИТЕЛЬНО МЕСТАМИ УДИВИТЕЛЬНО ОТНЮТЬ НЕУТОМИТЕЛЬНО О всем благотворительном Расскажут содержательно, чувствительно и ново Сорокина Светлана и Ира Воробьева. По субботам после 17-ти Слушайте программу «Чувствительно». Кот доступа уны в руках И волосы огонь Язык остер Ломает все, что попадет с ней под руку Ее эфир ты только тронь Она как Жанна Дарк Разгонит в раз апатию и скуку Кот доступа с Юлией Латыниной Каждую субботу после 7 вечера Ах, Латынина Юля Как снегопад В июле Три четверти россиян проживают в городах В мегаполисах кипит жизнь И ночью и днем мы получаем городские новости Мы, городовые голуби и пызняков Рассказываем о самых важных из них Полезные городские сервисы Громкие расследования Любопытные цифры Все, что важно и интересно От Калининграда до Владивостока Слушайте программу «Городовые» Ведущие Андрей Позняков и Алексей Голубев В субботу после 10 вечера Мы не делаем различия между полом, возрастом или причиной Все это не имеет никакого значения Если вы ищете добра или хотите его делать сами Присылайте письма по адресу Добро на радио Собака.gmail.com И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу Мы дружим с разными фондами и организациями Которые помогают нам найти веру Для тех, кому добро и для тех Поделиться Там они не пропустят к нам мошенник Еще мы опубликуем все ваши письма И предложения на сайте И озвучим в эфире Мы верим, что услышав и прочитав их Вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо Все подробности можно найти Перейдя по нашему доброму баннеру На сайте «Эхо Москвы» справа «Эхо Москвы» События и комментарии Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВИ» Представляют программу «Особое мнение» Мы продолжаем программу студентов И наш Владимир спрашивает Как вы думаете, вас вообще позвали Если они не собирались дать вам возможности Задать вопрос Мне кажется, они Предполагали Что у меня будет возможность задать вопрос Все-таки я достаточно известный человек Представляю Демократическую оппозицию российскую Что-то, наверное, в последний момент Что-то, наверное, в последний момент произошло Потому что я обратил внимание, что была приглашена Эльвира Слабунова Лидер партии «Яблоко» Недавно избранная Я точно знаю, что она готовила вопрос Причем хороший вопрос Который также не был задан А именно о полном разгроме местного самоуправления в стране У которого нет ни денег, ни ресурсов, ни возможности Ремонтировать те же самые омские дороги Этот вопрос тоже не прозвучал Впрочем, как не дали слово и Борису Титову Который сидел через одного человека справа от меня Партия Роста Который тоже готовился задать вопрос О кошмаривании предпринимателей Но там хорошо, что другие люди Спросили об этом О бесконечных проверках И так далее, и так далее А что касается Сергея Даренко То я благодарен ему Потому что он отчасти выручил ситуацию Потому что я хотел прямо задать вопрос О закошмаривании Гражданского общества, оппозиции Просто граждан А он все-таки спросил об этом Когда он сказал о том Что будут ли какие-то берега В нашей политической борьбе Или мы будем постоянно сталкиваться с насилием А вам понравился ответ, который прозвучал Который по сути звучал так Но вы же понимаете, с кем приходится работать Я скажу, что мне в целом понравилось Вот меня уже вчера начали критиковать За то, что мне что-то там понравилось Как тебе что-то могло в этом понравиться Ну, увы, да, понравилось И я скажу, что понравилось Потом, если у нас, надеюсь, будет время, скажу, что мне понравилось Мне понравились три вещи Первое Выступление по внешней политике было самым миролюбивым за последние несколько лет И в этом смысле президент приблизился к моей позиции Которую я занимаю все последние два года После вот этого крымского решения О том, что нам надо работать с Европой О том, что нам надо выходить из конфронтации О том, что нам надо восстанавливать отношения с Европейским Союзом Нам надо снимать санкции, которые наносят огромный вред И контрсанкции, которые наносят огромный вред Нашей экономике, нашим людям И нашей стране И вот то, что я вчера услышал Это гораздо ближе к моей позиции Чем все то, что я слышал последние два года Да какие последние два года? Гораздо больше лет Это хорошо По крайней мере, вот эта риторика, что Обама хороший Что вот мы с Петром Алексеевичем Порошенко на связи Что вот мы будем вместе бороться с терроризмом Ну хорошо, слава Богу А то, что те, которые хотят тонуть, пусть тонут Ну А как вы вообще вот этот тренд вопроса от детей? Такие недетские вопросы Знаете, хотели оживить как-то, видимо, эту прямую линию Которая уже 14 раз повторяется Но вышла довольно, как бы, неказисто Второе, что понравилось Это все-таки ответ на Доренко Понятно, что он был общий Но тем не менее Когда говорится главой государства о том, что мы все-таки цивилизованная европейская страна И надо всем стараться вести политическую борьбу как цивилизованным людям Ну это же тоже хорошо Опять-таки, я не совершенно не романтик Хотя меня часто обвиняют, что я романтик, прекраснодушный Но тем не менее, я все-таки считаю, что слова имеют смысл Лучше такие слова, чем другие слова Но мне бы кажется, что нам было больше оправданий и кадров И это было Чем попытки как-то ввести в берега Нет, было и при берега, и было про оправдание Но было и про цивилизованную политику И третье, может быть, самое важное, что мне понравилось И что, как мне кажется, хорошо для нас, для оппозиции Это то, что внешняя политика вчера играла маргинальную роль Но наконец-то мы начали говорить 95% о разрухе в стране И вот я бы сказал, если бы меня спросили, каким одним словом писать прямую линию Это слово разруха Потому что я сидел, как и президент, и читал эти смс-ки на синих экранах Там слово разруха было основным рейтмотивом всего Вдумайтесь, 3 миллиона человек, или сколько там 4 миллиона человек пишут смс-ки, звонки И рейтмотив у нас разруха, у нас разруха, у нас разруха И это положительно Но наконец-то, и я очень надеюсь, что это перейдет в избирательную кампанию в Госдуму Что избирательная кампания в Госдуму пройдет не на теме Донецка, Луганска, Сирии и баз НАТО А что избирательная кампания в Госдуму пройдет под лозунгами, связанными с жизнью реальных людей У меня такое ощущение, что мы разную прямую линию смотрели Потому что, судя по тому, что вам понравилось, меня ввело это в ужас Потому что тут же Сахалин Они говорят, мы писали, мы жаловались, мы везде рассказывали, что мы находимся на положении рабов Все, тишина, никто нас не слышит И тут же еще не закончилась линия, значит, там началась прокурорская проверка, у них повис сайт То есть, получается, что пока ты не позвонишь президенту, и не задаешься вопрос Это означает, что губернаторы не работают, мэры не работают, прокуратура не работает Следственный комитет не работает, дорожники не работают, ничего не работает Это самый главный результат прямой линии Вот сейчас он фокус, в результате которого произошло саморазоблачение Вы думаете, избиратели, они это поняли? Или наоборот, они сказали, как прекрасно, у нас такое замечательное положение Да, очевидно, поняли Не успел пожаловать, и вот уже поехали Там даже смс-ки были, да, проскативали на экран на эту тему Что сколько можно каждый год одно и то же, когда сам президент чинит унитазы Ага, там были смс-ки в экране Да, конечно были Конечно были, поэтому, вот, мне кажется, что вот этот новый тон во внешней политике Вот этот ответ, хотя и очень сглаженный На вопрос Сергея Даренко И самое главное, еще раз повторю Перевод повестки из украинско-сирийской на экономическую Это самое главное, что я раздосадован тем, что я приготовил, как мне кажется, два важных вопроса И общественно значимых вопроса, они не прозвучали Это первое, что мне не понравилось Надеюсь, что больше такое не повторится Второе, что меня поразило Дмитрий Песков, надеюсь, он меня сейчас тоже слушает Так Дмитрий Песков говорит Больше всего пришло вопросов по дорогам На втором месте, по-моему, там было ЖКХ На третьем месте, что там, что-то по социалке, либо здравоохранение, либо образование Так и нет лаком для наших граждан Дальше Кремль говорит Ну вот видите, это же обратная связь А может быть Ведь вот же Там просто все хорошо у нас во внешней политике В Сирии мы победили С Украиной тоже вроде бы как-то там все мы везде победили А по здоровью у нас плохо Так хорошо Это хорошо Вот фактически, что такое прямое ление? Это гигантский социологический опрос Вот выборка Левада-центра, выборка ФОМов-ЦИОМа До двух тысяч человек Здесь выборка миллионы человек И вот люди формулируют Вот дороги на первом месте Вот ЖКХ на втором месте Вот цены на третьем месте Образование и здравоохранение на четвертом месте И дальше поехали Вот вам готовая повестка дня для страны Накануне коммерческих выборов Он говорит А мы там в Омске помортируем Плату этим женщинам Да А теперь я рассказываю Вот смотрите, Оксан Вот сейчас я говорю то, что еще никто не говорил Так Итак, повестка дня На первом месте россияне дороги Путин говорит безобразие Что мы видим реально? По факту Даю официальные данные В 2013 году По протяженности дорог Было построено в три раза меньше Чем в 2012 В 2014 В три раза меньше, чем в 2013 В этом году прирост дорог будет ноль Таким образом, страна дает повестку дня Номер один Вы сводите к нулю Какая же это черту обратная связь Если вам вся страна говорит Строите дороги А вы их сводите к нулю Второй вопрос ЖКХ Я про обратную связь Что мне не понравилось? Хорошо, так ЖКХ Что мне не понравилось? Да Народ говорит Что с ЖКХ? Путин говорит Да, мы должны заниматься Да, мы будем решать безобразие Что мы смотрим на практики, дорогая Оксана Мы видим Что в 2007 году Государство тратило на ЖКХ 3,3% ВВП В 2015 году 1,2% ВВП Таким образом С 2007 года Президент Путин Премьер-министр Медведев В три раза сократили Поддержку ЖКХ Из бюджета И президент На прямой линии Говорит Это безобразие Капитальный ремонт Так капитальный ремонт ввели Почему? Потому что надо Возместить Те сокращения расходов Которые сделаны страны Правильно Все это логично Но избиратели все равно скажут Ну а кто если не президент Он же сказал что надо Дай мне закончить еще двумя примерами И потом перейдем Он все исправит Все будет замечательно А кто будет строить дороги? Вот послушай Пусть меня президент Вот то что я сейчас говорю Программами спортивной федерации Абон Рейтер заявил глава ВАДА Крей Криди В конце прошлого года Из-за многочисленных Допинговых скандалов МОК выступил за то Чтобы доверить проверку допинг-тестов Новой независимой От спортивных организаций Структуре Которая будет работать В Испании арестован юрист И про владельцев Взюдо ищут сайтом А уж там вот Да Ну просто Критикуют вас Правильно Да Нечего ходить Нечего ходить Вы размечтали что этот вопрос Вы лицемерите Вы лицемерите Вот это все любимое Легитимизируйте Путин Спасибо Обязательно Да конечно Водитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюх Решение будет приниматься Когда Верховный суд разберется с делами Не обольщайтесь Вас приглашали не для того Чтобы задавать вопросы Все тут Интовиди конечно Нашим бдительным гражданам Ой Что-то как-то времени прямо мало-мало Мы только начали Куда? Нормально-нормально Зато мы очень Очень Системно Как я люблю С цифрами С фактами Попробуй поспорить Ну да В Москве ты ночью От 3 до 5 Завтра днем От 9 до 11 Без осадков Александр Хлимов Служба информации Эхо Москвы Реклама Смартфон Microsoft Lumia 950 Эффективное решение А видеокамера сетивизора у нас где? Пишет что она направлена неправильно Не видно половины гостя Половина меня не видна Видеокамера сетивизора направлена неправильно Не видно Половины гостя не видно Половина гостя Видна только моя половина На сетивизор Вот эта камера Собственная квартира с отделкой у метро Без первоначального сноса Сетивизор А? Сетивизор Сетивизор А я не знаю где Вот это Нет Я не могу Наверное Пошу прощения Не знаю Я не знаю Мы до 47 Да Успеем А вот тут хорошо Все же хотели в одно окно Вот оно Причем раз в год Аааа Новая цена От 2.990.000 рублей Chevrolet Tahoe Всегда выше обстоятельств Узнайте больше по телефону Горячей линии 8800-200-0076 Или на сайте Chevrolet.ru Chevrolet Find new roads Пара минут на машине от МКАД И ты попадаешь В свой мир Красивые и уютные дома Все продумано до мелочей Спокойно и чисто Здравствуйте Мои любимые Новые вешки Именно в таком месте Я всегда и хотела жить Готовочный поселок Премиум класса Новые вешки Всего 2 километра от МКАД И 5 минут от метро Вся инфраструктура Международная гимназия И детский сад И уже 300 семей Приятных соседей 740-7227 740-7227 Код 495 Нужен новый холодильник С бесплатной доставкой Расширенной гарантией И вывозом старого HireOnline.ru Покупай напрямую У мирового производителя Hire ООТК Хайрус Москва Новинский Бульвар Дом 8 ОГРН 1087746080509 Эхо Москвы 9-1 9-1 Зоне ФМ Радио Эхо Москвы И компания ОРАБИЯ ОРАБИЯ Резать правду матку Ну так вот Нам говорят Это обратная связь с обществом Обществом реагирует Я сейчас показываю на цифрах Что реагирует он Противоположным образом Общество говорит Дай денег больше на дороге Власть сокращает Общество говорит Дай больше денег на ЖКХ Власть сокращает в 3 раза И вместо этого Вводит капитальный ремонт Чтобы возместить Те сокращения Которые делаются на ЖКХ Из бюджета Дальше Народ пишет Воем-воем Больницы закрывают За последние 10 лет Из 15 тысяч больниц В России Осталось 7,5 В 2 раза сокращено Количество больниц И продолжает сокращаться Президент говорит Вчера на прямой линии Ну это безобразие Мы должны внимательно смотреть Как это Почему И тут же я смотрю в цифры У меня все официальные данные Это все Минфин Госкомстат И тут же я смотрю цифры Что с 2007 года Расходы на здравоохранение Подчеркиваю В консолидированном бюджете Меня часто упрекают Что ты, Рыжков Только федеральный бюджет Нет, друзья мои Консолидированный бюджет Плюс С 2007 по 2015 год Расходы на здравоохранение Сократились С 3,8% До 3,6% На здравоохранение При том, что Норматив по ОСР 7-8% То есть у нас Расходы на здоровье людей В 2 раза ниже Чем принято В современных странах И кто же это делает Если не тот президент Который слышит Обратную связь С общества Ну тут главный вопрос Не в том Что вот эти цифры Да, мы же их вчера не слышали Тут главное в том Что слышат избиратели Они слышат У нас все плохо Президент говорит Безобравие Это так же Как с государственным Собирателем Обращается Та же история Абсолютно И расставляешь Все по поводу Шитил С дорогами Труб Нет, послушайте На всю страну Вчера он сказал На весь мир Да За дольчат сайтинг Зладеют американцы Они извинились Что-то обсуждали Мы извинились И на всю страну Так и пропу Куда-то в сторону Что-то там кто-то сказал Правда дорогу пробьет Это не была прямая линия Для всей страны На которой Пискор изменился Таким образом Что я хочу сказать Общество Вот это очень важная вещь Общество У нас Нормальное Разумное Отлично понимающее Чего ему надо Оно говорит Дороги Больницы Ему говорят Все бежит Школы Мы вчера сказали Все будет И так далее Власть Говорит Я слышу тебя Общество И делает все С точностью Да наоборот У нас Сокращаются И в цифрах И в доле На здравоохранение На образование На науку На спорт На культуру На дороги На ЖКХ На поддержку регионов То есть то что касается Жизни людей Сокращается Из года в год Что растет 7% федерального бюджета На бюрократию В этом году В 2016 году 7% федерального бюджета На содержание бюрократии То есть мы тратим Из федерального бюджета На чиновников Столько же Сколько на здравоохранение Образование Культуру Спорт Науку Вместе взятое Это же абсурд Только нам все эти цифры Не озвучивают Я вам это расскажу Но мы с вами вот так вот Дальше А кто нас слушает При сокращении расходов На образование Здравоохранение Науку и ЖКХ И поддержку регионов С 2007 года Расходы на оборону Выросли с 2,5% До 5,5% То есть люди говорят Про дороги А власть Направляет на чиновников И на силовые структуры Люди говорят Овы А власть Направляет деньги На поддержку Национальной экономики Звучит красиво А на самом деле Это субсидирование Убыточных корпораций В значительной степени И закрытие таких дыр Как например в вебе Полтора триллиона рублей Дыра Полтора триллиона рублей Это больше чем дефицит Годовой пенсионного фонда И плюс у вас Оксана И молодых других людей Уже триллион рублей Изъят Украден из ваших пенсионных сбережений Из ваших будущих Пенсионных сбережений Закрываются дыры В неэффективных банках Где то ли украдено То ли неэффективно Потрачено с убытками Триллионы рублей Поэтому Вот понимаете Вопрос в чем Страна Что я хочу сказать Что Когда смотришь Три миллиона обращений Это внятная Разумная страна Она говорит О тех вещах Которые ее беспокоят Дороги Бедность Вомс На все И общество возникает Единственный ответ на это Надо дозвониться президенту Не нужно идти голосовать на выборах Нужно просто дозвониться президенту В следующий раз нам повезет Так в чем смысл? Повезет Потому что из трех миллионов Дозвонилось тридцать А остальные Два миллиона Там дальше не буду перечислять Сколько Девятьсот Тысяч Девятьсот И так далее Поэтому С тем Совокупный долг Регионов И муниципалитетов А сам еще приведу пример Вот Давайте возьмем классику С чего началась Прямая линия В Омске нет дорог Да Значит что Мэр плохой Губернатор плохой Это правда Но это только часть правды А другая часть правды О которой президент точно знает Он компетентный человек Он точно это знает Что Два с половиной триллиона рублей Совокупные долги Регионов и муниципалитетов Два с половиной триллиона рублей Долги Он с чего эти дороги будет в Омске делать Если он гол как сокол Дальше президент говорит Давайте мы пометим Дорожные деньги Рассказываю Рассказываю Я уже профессиональный человек Рассказываю Я узнала для себя Что оказывается наличными платят до сих пор Рассказываю Да не в этом дело Это забавно Пометить это другое Пометить это значит Если на дороге То на дороге И не копейки на что-то другое Я вам объясняю А почему губернаторы и мэры Берут дорожные деньги И куда-то тратят Народ вчера послушал Ага Эгей И это они наверное себе Хоромы строят Воруют Может быть отчасти Но не в этом дело Они направляют деньги Снятые с дорог На выполнение майских указов Того же Владимира Путина На повышение зарплат бюджетников Потому что у них Тришкин кафтан Он либо на дороге В Омске даст эти деньги Тогда не заплатит учителям зарплату Либо чтобы заплатить зарплату учителям Он должен снять с дорог Вот о чем речь Поэтому если все выполнят указания Владимира Владимировича О том чтобы меченые деньги дорожные только на дороге в Омске Значит омские учителя завтра не получат зарплату И будут звонить президенту и спрашивать А почему на зарплату не платят? Потому что невозможно Не принимая системных решений Невозможно Если у вас федерация Федеральный центр Забирает две трети консолидированных доходов страны Две трети И только одну треть оставляет 85 регионам И 22 тысячам муниципалитетов Невозможно там отапливать дома Вот рассказываю Костромская область Город Шаря Сегодня мне рассказали Свежая история 40 тысяч жителей Надеюсь меня костромичи сейчас слышат Отключили отопление сегодня В городе В 40 тысячном Там еще снег лежит Отопление отключили В жилых домах В городе Шаря И позвонить уже нет А знаете почему? Нет денег в муниципалитете Отапливать квартиры Так системное решение заключается Не в том чтобы посадить мэра этого города Я понятия не имею кто он Системное решение заключается в том Чтобы обеспечить местное самоуправление У которого куча полномочий Еще и средствами для этого Вот что такое системное решение На уровне президента Второй пример Не дозвонился никто вчера С дороги Кострома-Шаря 320 километров Дороги нет На джипах люди боятся ехать А эта дорога От Костромы в сторону Кирова 320 километров По ней в серые центры Она связывает между собой Всю область На джипах люди боятся ехать Раньше ехали 320 километров 5 часов Сейчас едут 7-8 часов Потому что дорога областная Висит на областном бюджете А не на федеральном И денег нет Хоть расстреляйте Вы этого губернатора 10 раз четверг Откуда вы возьмете деньги Если у Костромы нет Веденной России нет А у вас-то откуда нет Только что сказал 7% федерального бюджета На бюрократию Это абсурд Вчера говорят предприниматели Задолбали проверками Сократи полномочия проверяющих Сократи эти службы Ты уже 300-400 миллиардов Найдешь на дороге Вот простое решение Почему каждый год нам обещают Сократить расходы На бюрократический аппарат И почему каждый год они растут Кто мне может ответить на этот вопрос Второе Ну невозможно 5,5% тратить на оборону Ну невозможно Невозможно В 90-е годы проклятые Мечтали о 3% Что вот бы нам довести до 3% Но сделайте хотя бы 4% Это еще триллион рублей Еще триллион рублей Которые нужно направить На поддержку муниципалитетов И регионов Дальше Госсектор Президент говорит Давайте наконец Будем приватизацию делать Давайте наконец повышать там эффективность Там же огромные корпорации Приходят и просят денег Они нам зачем Эти корпорации Если они приносят убытки Зачем нам такой банк Как ВЭП Который за несколько лет Образовал дыру В полтора триллиона рублей Ну неужели нельзя Повысить эффективность Госсектора экономики Чтобы они хотя бы Не вытягивали Триллионы рублей Из бюджета Вот вам еще резерв Вот я вам сходу Назвал 2 триллиона рублей Резерва Которую сейчас Можно найти В 2000 году И направить их На повестку дня Дороги дорогие граждане ЖКХ дорогие граждане Больницы Чтобы вы могли в них лечиться Школа И дорога Кострома-Шарья Два триллиона рублей Мы поняли Значит деньги есть Они просто неправильно тратятся Все Мы прекращаем критиковать Президента и правительства Будем Рыжкова сейчас критиковать Давайте Осталось немного времени Как раз на это Слушатели нам пишут Разгильдяйство Разгильдяйство И бездорожность Вас спрашивают Вы лицемерите Или вы не понимаете Что вас Ислабунова Позвали как декорацию Демократии Спрашивают вас Зачем вы вообще Ходите везде И туда И на телевидении Вы что не понимаете Что вы Легитимизируете Возможность Выступить Сказать И аргументировать Ну-ка кто-то скажите Где я кому-то Уступил Хотя бы на одном эфире Ну-ка скажите Ну-ка скажите Где я уступил Хотя бы пять Своей позиции Никто такого не скажет Я везде прихожу И отстаиваю Свою позицию Жестко Твердо И не уступая Никому Это первое Второе Легитимация Каждый пусть Решит для себя Или ты участвуешь В политической жизни Страны Либо ты не участвуешь На сегодняшний день И Навальный Поддерживает Участие в выборах И Парнас Поддерживает Участие в выборах И Явлинский И Титов И Слабунова Все основные Парни обучают 2016 года Видимо Тут вам написали Про яблоко Вот вы выбрали Для себя яблоко Да И всех призываю Это сделать И вы думаете Что Явлинский Даст вам возможность Выступать С отличным От его собственного Мнением Вы сильно В этом ошибаетесь Не сомневаюсь Что это неправильная Оценка Уверен Что надо Консолидироваться Вокруг одной партии Я уже говорил В этом эфире Что сегодня Самой сильной партией На либеральном фланге Является Яблоко И правильное решение С моей точки зрения Одно Объединяться На базе Одного списка Выдвигать Людей Единых Кандидатах По округам И выходить С той программы Часть которой Я озвучил Сегодня в этом эфире И так далее Будет поддержка Миллионов людей Это была программа Особое мнение В нашей студии Был политик Владимир Рыжков Всего доброго Спасибо Эхо твоего Круто А смс Сколько Море Долгожданное предложение Нарисов Это просто